Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова Карина. Сегодня мы опять гадаем в парке. И тема у нас такая. Что человек чувствует, что думает, что будет предпринимать вашу сторону в загаданный срок, но меньше месяца, не загадывайте срок. И также, какие перспективы ваших отношений. Первая карта покажет ваши чувства к этому человеку. А дальше уже все остальное будем смотреть. А вот давайте сразу раскладывать, значит, цветочки наши. Вот так сделаем. Итак, ну что ты, что, что ты, что. Первая, вторая, третья. Что человек чувствует, что думает, что будет предпринимать вашу сторону в загаданный срок и перспектива на будущее ваших отношений. И надеюсь, что все выбрали. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. Мы начинаем с первой позиции, остальные я пока убираю в сторону. Итак, первый цветочек и первая карта. Ваши чувства к этому человеку. Туз Жезлов. Туз Жезлов показывает, что вы испытываете к человеку очень сильное притяжение. И вы очень воодушевлены этим человеком. К нему проявляете повышенный интерес, да, и большую страсть притяжения, влечения. Хотите с ним поговорить там срочно, да. Вот вам надо, чтобы этот человек энергию вам давал, чтобы вы обменивались энергиями, чтобы у вас была близость даже вот в физическом плане, чтобы вы были теснее, ближе друг к другу. Если вы не чувствуете, что вы что-то такое испытываете, да, что прям хотите вот быть поближе к человеку, то это не ваш первый вариант. Вам нужно в другой вариант, да. В общем, очень повышенный ваш интерес, очень сильный интерес. И, скорее всего, чувства есть, да. Любовь там или влюбленность. Все зависит от стадии отношений. Человек испытывает к вам чувства по семерке пентаклей. Эта карта показывает, что чуть-чуть устает как-то человек от этих отношений. Вот как-то энергии мало, наоборот. У вас много энергии, у этого человека мало энергии. И такой, знаете, подход как будто бы бы бытовой. Бытовые отношения, отношения рутинные какие-то, чуть-чуть усталость. Может, человек работал и тоже вот как-то вот в жизни просто от всего устал. И, соответственно, такие чувства более спокойные к вам. Что вы думаете? Рыцарь кубков. Что вам бы хотелось, чтобы человек к вам себя проявлял или проявляла, да. Ну, чаще всего женщины здесь испытывают чувства, говорят об этом, чтобы вот прям влюбленность была, комплименты, подарки там, я не знаю, свидания. В общем, вы ждете от человека этого активности прям. И даже готовы, может быть, сами действовать. Вот смотрите, карта еще упала. Рыцарь Пентакли, да, Рыцарь Пентакли. То есть, эта карта говорит о том, что данный человек как будто бы действительно вам очень дорог. И вы ждете от него ответственности, ждете от него каких-то поступков, проявления вот к вам какого-то внимания, да. И всего-всего такого самого лучшего. То есть, вы-то ждете всего лучшего. И вы думаете об этом человеке хорошо. То есть, у вас об этом человеке хорошее мнение, как о партнере, например, любовном. И как будто бы у вас большие надежды, связанные с этим человеком. У этого человека на мыслях сила. Знаете как, что вам нужно друг к другу привыкать как-то. Или друг друга приручать. Или справляться с тяжелыми характерами друг к другу. Но у вас, что есть очень сильное притяжение. Что большая сила на самом деле есть в этих отношениях. И что этот человек, он хочет, чтобы вы были вместе. Вот он думает об этом, что я вот хочу, чтобы мы были вместе. Да, поэтому сила и выпала. Да, у человека есть усталость. Но ему бы хотелось этому человеку, чтобы все-таки лидер в отношениях был мужчина. Даже если вы на мужчину гадаете или вы на женщину гадаете. Это не важно. Важно, что в мыслях у того, кого вы загадали, что в отношениях лидер должен быть именно мужчина. Ваши действия к человеку в ближайшем будущем король Пентаклей. Скорее, эта карта показывает, особенно если вы гадаете на мужчину, что вы ждете действия от этого человека, от него ресурсов, от него вложений, энерговложений, финансовых вложений, ответственности. Если вы гадаете на женщину, скорее всего, она будет ждать действий от мужчины. Если вы гадаете на мужчину, то вы ждете, когда он проявит себя как мужчина. Понимаете? Как мужчина. И получается так, что ваших действий здесь скорее нет, а есть больше как ожидание. Какие действия проявит человек в загаданный срок к вам? Четверка Пентаклей. Человек как-то немножечко так бездействует, но может хвататься, держаться за отношения и давать какие-то ресурсы. Но не много ресурсов, а скорее держится просто за ситуацию. Может быть не сильно страстный, а скорее какой-то сдержанный человек. И, соответственно, не ждите прям очень больших каких-то проявлений в загаданный срок. Что вас сейчас связывает? Колесница. Колесница может показывать сильную энергию отношений, сильное притяжение друг к другу, ну как связь кармическую даже или что. Но мы видим здесь, что человек, он более какой-то приземленный, более спокойный. А вы более действенный человек и более активный в этой любви. Колесница может показывать между вами расстояние. Если вы находитесь на расстоянии, человек скорее занят какой-то работой, но хочет быть с вами. И придерживает вас, то есть не даёт уйти, но при этом не сильно действует. Если вы находитесь в одном месте, то колесница показывает, что есть динамика в отношениях, но вы связались с человеком, который ещё чем-то в жизни занят, а не только этими отношениями. И, соответственно, вы ждёте от человека прям поступков каких-то громких, да. Человек скорее спокойные отношения ведёт, но держится за отношениями. Есть ли перспектива у таких отношений? Девятка мечей. Проблема в том, что кто-то из вас может очень сильно загрустить, начинать накручивать ситуацию. И для женщины здесь может появиться альтернативный какой-то мужчина, который делает для неё больше, и разорвать отношения. Если вы гадаете на женщину, знайте, что она может уйти к другому. Если вы гадаете на мужчину, знайте, что у вас может появиться партнёр, который более к вам проявляет себя, и, соответственно, вы к нему просто перейдёте однажды. Потому что этот человек, да, хочет с вами быть, но слишком какой-то приземлённо спокойный, не даёт много эмоций, не даёт много чувств, а даёт скорее большую привязанность. Я тебя держу около себя, но не знаю для чего, да. То есть да, знает, что нужны отношения, но вам этого не хватает. Ну вот такой ответ у нас по первой позиции. Вот такой вот получился ответ по первой позиции. Теперь идём дальше. Что тут у нас со второй позиции? Смотрим. Второй цветочек. И первая карта – ваши чувства к этому человеку. И здесь у нас император. То есть если вы женщина, вы этого мужчину считаете прям настоящим мужчиной, вот, или вам в жизни просто нужен настоящий мужчина, и вы ждёте вот от этого человека ответственности, мужских поступков. Может быть, вы в браке с этим человеком. Это такие очень устойчивые, на самом деле, чувства, и чаще всего любовь, потому что император – это свой как человек, да, вот, ну, как бы ты на него очень рассчитываешь, ты в него веришь. Если вы мужчина, император показывает, что вы к женщине проявляете властность. То есть вы хотите её контролировать, вы ревнуете, вы там, не знаю, хотите, чтобы она вам подчинялась. И, да, это тоже может быть любовь, ну, как-то вот своеобразно, да, что всё равно вы ждёте от неё постоянного подчинения, чтобы она жила так, как вы сказали, делал, то, что вы сказали, не перечило, да. Так, а что этот человек вам чувствует? О, колесо фортуны. Карта показывает, что у человека ощущение с вами судьбы, ну, то есть, что вы загадали кого-то, кто испытывает к вам большие чувства, да, и считает, что вы и есть судьба этого человека. Ну, в принципе, всегда у вас соимные чувства, но фортуна – это всё-таки какая-то более такая карта с приключениями. Она показывает, что человек, ну, может хотеть с вами, там, ездить куда-то, испытывать какие-то новые эмоции, быть на связи, быть ближе, чтобы вместе, чтобы вот ваша судьба соединилась, да, ваш путь соединился друг с другом. Что этот человек думает? Пятнадцатый аркан. То, что, может быть, злые силы мешают этим отношениям. И карта может показывать, что рядом с колесом фортуны, что человек считает, над вашими отношениями нависает злой урок. И отношения постоянно идут с испытаниями. Что вы думаете? Двойка мечей. Что вы как-то вот закрыты немножко друг от друга. Что есть проблемы, но проблемы не решаются, а надо бы, чтобы проблемы решались. И как-то каждый из вас закрывает глаза на эти проблемы, отгораживается от второго, а надо быть ближе, да. И да, вы, каждый видит и проблемы в отношениях, но человек считает, что это вот именно как что-то черномагическое или злая судьба, злой урок, кармические испытания или какой-то гадкий человек мешает отношениям. А вы просто видите блокировку. То есть молчание непонятно почему, да. Или закрытие чувств непонятно почему, хотя вы должны вроде как наоборот открываться друг другу, да. Раз вы судьба друг другу, как вы считаете оба, и у вас есть чувства. Как вы будете действовать к человеку в ближайшем будущем в загаданный срок луна? Но вы знаете как, вы чувствуете мистическую связь с этим человеком, понимаете, что может быть, да, действительно тоже есть магическое воздействие. Или кто-то вмешивается, но вы как-то ощущаете себя то ли обманутым человеком, то ли что. И вам сложно действовать, скорее этот человек будет вам сниться, все время напоминать о себе где-то вот в каких-то, не знаю, местах, там, не знаю, там в интернете или еще где-то, или лично. Но в любом случае, с одной стороны, недоверие идет, с другой стороны, ревность может даже быть, с третьей стороны, вы понимаете, что что-то здесь не так. И явно вам трудно действовать. Трудно действовать. Действия со стороны человека в загаданный срок. Рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов показывает, что человек активно может действовать по отношению к вам в загаданный срок. Проявлять себя, проявлять инициативу. Даже если это женщина, может начать проявлять инициативу. Может прийти, приехать, потому что, ну, колесо фортуны иногда показывает, что расстояние может быть между людьми, или они там разной национальности, или все такое. Вот, и поэтому, да, рыцарь жезлов — это активное проявление, это когда, ну, все-таки люди общаются, да, то есть человек старается с вами общаться, по крайней мере. Ну, и может проявлять тоже, кстати, ревность по отношению к вам. Что вас связывает сейчас? Башня, что-то произошло в отношениях, что-то здесь не так. Между вами сейчас может быть разрыв, может быть конфликт, может быть какое-то происшествие, может уже какие-то взрывоопасные чувства внутри друг другу накопились, которые пора выплеснуть, и это вот выплескивается уже все, да. Или уже произошел скандал, и теперь все молчат. Так, какое будущее у отношений, есть ли перспектива пятерка жезлов? Конфликты в этих отношениях в будущем тоже будут, да. Маг, возможно, действительно и не в первый раз магическое воздействие, но также маг показывает все-таки инициатива мужчины к женщине. То есть все-таки мужчина заинтересован в отношениях. Сейчас немножко цветочком прикрою. И карта мир, которая говорит, да, у вас большие перспективы на эти отношения, но есть проблема в том, что вы можете постоянно конфликтовать, постоянно ссориться друг с другом, кто-то постоянно вмешивается в отношения, строит козни, может магическое влияние быть постоянно, периодически там, да, что человек что-то подделывает. Кто-то может быть в вашем человеке заинтересованы или в вас, но проблема в том, что да, вы все-таки как будто созданы друг для друга, хоть и все это взрывоопасная смесь. Поэтому если вы вдруг расстались, поссорились, вы скорее всего померитесь. Но опять же будет много всяких дебатов. Вот. Ну вот такой ответ у нас по второй позиции получился. Вот такая вторая получилась позиция. А мы идем к третьей. Что тут у нас? Третья позиция. И первая карта, ваши чувства к человеку сегодня и сейчас, королева кубков. Это большая любовь. Прям очень сильные нежные чувства любви и привязанности. Есть как физическое притяжение, так и духовное притяжение. Как страсть, так и платонические чувства, общие интересы. Вам с этим человеком очень хорошо. Но если вы женщина, вы очень раскрываетесь в этих отношениях как женщина, но можете ревновать очень сильно. Думать, что вдруг у человека есть другая. Если вы мужчина, у вас может по этой карте на примете быть еще одна женщина. Вот так. Что за гадный человек к вам чувствует? Восьмерка кубков. Ну, как будто не в своей тарелке себя чувствует. Вот как будто бы человек... Вроде бы всего хватает в отношениях, но что-то здесь не так все время. Что-то здесь не так. Как будто вот что-то происходит, что не очень устраивает этого человека. Как будто да, вот вы как бы хороший человек, все. И все у вас прекрасно. Но что-то немножечко не устраивает. Что-то как будто даже человек не всегда понимает, а что не устраивает. Восьмерка кубков может показывать, что человеку что-то приелось, надоело. Что такое ощущение, я иду искать куда-то свое счастье. Или мы должны куда-то вместе пойти искать свое счастье. То есть мы здесь, если вы где-то вместе живете, мы здесь не на своем месте. Такое даже может быть. О чем вы думаете? Пятерка кубков. Ну, так, любовь у вас есть, но и разочарование есть в этом человеке. Печаль какая-то, переживание есть, да. И, конечно, вам кажется, что вот что-то здесь не так. Что с одной стороны мы очень друг к другу подходим, а с другой стороны человек себя повел как-то неправильно. Так, а что у этого человека на мыслях? Рыцарь мечей. Ну, как будто бы человек нападает на вас мысленно, ругается как-то с вами и предъявляет претензии. Поэтому, может быть, и чувствуют себя не в своей тарелке, что-то не устраивает человека. Может, вы поступили как-то, или он как-то плохо, а вы отреагировали, допустим. И рыцарь мечей показывает осуждение резкое, порывистость, желание наказать, отомстить даже. И ощущение, что рубит с плеча по этим отношениям. Так, ну, как вы будете действовать за гадный срок? Вы к нему как королева мечей. Строго будете вести себя, строго так, что я не буду действовать. Именно холодность проявлять, осуждение даже, я бы сказала. И если вы мужчина, гадаете, то просто будете с другой. Как будто даже вот так. С другой, хотя к той тоже испытываете чувства, на которые вы гадаете. Если вы на мужчину гадаете, женщину, да, то вы не будете к нему действовать, а будете строго себя вести холодно. Как этот человек будет действовать? К вам десятка пентаклей. Ну, так более-менее ничего. Среднее. Я бы не сказала, что это прям активные действия, но не сказала бы, что это полный игнор. И десятка пентаклей – это такая карта, которая показывает, что человек все равно как-то ответственность может проявлять за вас. Особенно в плане каких-то финансов, имущества. Ну, грубо говоря, если вам некуда будет пойти, ночевать может пустить, да. Ну, в зависимости от того, какая ситуация в этих отношениях. Но сказать, что будет прям проявлять чувства, обожать, нет, тоже не могу такое сказать. И скорее какое-то спокойное проявление себя. Ну, мол, если вы ему что-то скажете, человек ответит. Если как-то вы встретились, общаться будет. Но сказать, что вот прям названивать, наяривать будет – нет. И у человека внутри разрозненные чувства. Человек сердится почему-то на вас, но этого не будет проявлять внешне. Что вас связывает сейчас? Четверка жезлов. Вы знаете, тут ощущение какого-то общего быта, дома или как, ну, какие-то планы общие были в жизни. И сейчас что-то может быть не так, да, но на самом деле этих людей многое связывает, да. То есть даже если вы немного были вместе, там, или сейчас немного вместе, да, есть общее разочарование, да, есть претензии. Но с другой стороны, все-таки и общие планы. Еще как бы они висят в воздухе, да. То есть как бы не все потеряно. Так, и будущие отношения, перспективы. Десятка жезлов. Ну, трудные отношения, действительно. Ну, если каждый из вас что-то немножко не устраивает, разочарование там и резкие суждения внутри, конечно, это тяжелые отношения. Но, однако, есть звезда, которая показывает, что надежда есть. Надежда есть, если по тройке Пентаклей быть одной командой, работать над отношениями, все получится. И верховные жрицы показывают, что да, может быть, что у вас есть не очень хороший человек какой-то, который недоброжелатель этих отношений. Но, на самом деле, справиться с этим можно. То есть быть вместе, на самом деле, здесь можно. Просто нужно как-то постараться, да, и как-то взять себя в руки. На самом деле, вы могли бы быть вместе. Перспектива есть, будущее как бы есть. Но тяжеловатое. Ну, вот такой вот у нас с вами ответ получился по третьей позиции. А всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Если понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии, делайте репост. Смотрите, как можно дольше, чтобы поддержать канал. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok